Библейский портал экзегет.ру представляет 76-й псалом читаю для библейского портала экзегет в переводе российского библейского общества Как говорить о Боге? Псалтирь вся говорит о Боге, ну и в Библии в целом, но псалтирь особенно много И о человеке тоже, но о Боге в первую очередь Вот однажды мне довелось слышать проповедь одного священника, который сказал замечательные слова Он сказал, мы так иногда проповедуем и молимся, как будто мы хотим Богу дать урок философии Ну то есть мы Богу объясняем, как он устроен И напоминаем ему, чтобы он об этом случайно не забыл Действительно часто вот религиозность, такая вот глубокая, искренняя религиозность Она к этому и сводится, дать Богу урок философии Или богословия, или литургики, или чего-нибудь еще Псалтирь совершенно не идет этим путем Она не говорит, вот знаешь Бог, а ты такой, такой, такой Она говорит, люди, посмотрите, что Бог сделал для нас 76-й псалом как раз из числа псалмов, которые именно это и делают Потому что познать свойства Бога человек может лишь опосредованно через действия Бога Начальнику хора напев Иедутуна, псалом Асафа Что за напев Иедутуна, мы не знаем Асаф, ну это вот такая фигура, которая стоит в начале многих псалмов На самом деле вряд ли это все его произведение Певец, да, храмовый Это скорее некоторая традиция, которая к нему восходит И вот, собственно, сам псалом К Богу взываю я Зову Бога, и Он слышит меня В день беды Господа я искал Воздевал неустанно руки Всю ночь Утешения душа не нашла Вспоминая о Боге, я буду стянать В изнеможении духа Скажу музыка Ты не даешь мне очи сомкнуть От горя не могу говорить А псалом довольно длинный Поэтому я буду комментировать его по частям Вот псалом начинается с чего? С того, что Бога в моей жизни не видно, говорит псаломопевец Да Я зову, и все напрасно Наверное, каждый из нас в таком положении бывал Кто вообще когда-либо молился, да Молюсь, молюсь, а толку-то что? И такой перенос Ты не даешь мне очи сомкнуть Мало ли отчего у человека бессонница Но вот ты, не приходя ко мне Как мама к младенцу не подошла Младенец не засыпает Кричит, плачет, да Так и здесь Бог не ответил на мою молитву И псаломопевец лежит, кричит, плачет Зовет Бога, как зовут маму, да И дальше вот о что он будет Богу говорить Или о Боге говорить самому себе Как вот ему справиться с этой бедой Размышляю о том, что было прежде О минувших летах, среди ночи Вспоминаю песни мои, говорю с моим сердцем И ответы ищет душа Неужели Господь отвернулся навек И доброты уже не проявит Навсегда ли иссякла его милость Навсегда ли слово его умолкло Неужели Бог прожалость забыл И, разгневавшись, отверг сострадание Музыка Вот тяжкие сомнения Смотрите, мы редко в молитвенных книгах Найдем сомнения Молитва для нас, письменная молитва Зафиксированная где-то, опыт Святых прошедших веков Это такая безусловная молитва Вот я молюсь, потому что я твердо во всем уверен Потому что я точно знаю, что Господь ответит А мы когда молимся, мы когда повторяем эти слова Мы правда твердо всегда в этом уверены Мы вот точно знаем, что Господь ответит Что вообще Он есть, между прочим, на минуточку Или иногда мы думаем, зачем я вообще эти слова произношу Кому все это нужно И вот в Псалтире есть молитва для такого человека Например, этот самый 76-й Псалом Он не один такой, но вот он, может быть, один из самых ярких А где вообще Бог? Куда Он делся? И в моей жизни Он... Ну да, когда-то Он был Да, когда-то у меня была такая неофитская юность Вот все во мне горело прямо Вот молитва тут же приносила радость и удовлетворение А теперь-то где Он? Что теперь мне делать? Я сказал, вот в чем горе мое Рука Вышнего не такова, как в старе Вспомни о деянии Господа Вспомни о чудесах, что творил ты из древле Поведу речь о том, что ты совершил И делам твоим удивлюсь Боже, святы твои пути Кто среди богов так велик, как Бог Ты Бог, который творит чудеса Ты народом явил свою мощь Ты сильной рукой спас свой народ Сынов Иакова и Иосифа Смотрите, как интересно Вот он начинает из позиции такого Личного и очень глубокого сомнения И здесь в качестве такой поддержки Для себя псалмопевец приводит историю народа Израиля Иакова и Иосифа Ну, Иаков это он же Израиль Прародитель всех израильтян Иосиф прародитель двух северных племен Ефрема и Моноси Возможно, псалмопевцы с северного царства Здесь же у нас, в общем-то, авторы разные могли быть И, слушайте, а какая разница Вот если я чувствую, что вот нет Бога сейчас в моей жизни Вот не вижу я его, не слышу ответа на молитву Какая мне разница, что он там много веков назад Что-то сотворил с какими-то святыми людьми Но прочитаем до конца Боже, воду, увидев тебя, воду, увидев тебя, дрожат и трепещут пучины Облака изливают дождь, гром раздается и стучит Твои стрелы повсюду летят Твоя колесница громом гремит Озряют молнии мир Трепещет, дрожит земля Ты шествуешь через море Ты идешь средь глубоких вод Никому не ведом твой путь Ты вел свой народ, как отарвавец Поручив его Моисею и Аарону И все, псалм заканчивается Мне не хватает тут еще двух-трех стихов Где псалмопевец бы сказал А мне-то теперь что до этого Вот когда-то давно там были какие-то славные события Великие святые Бог вмешался в жизнь моего народа Я здесь лежу, вот мне не спится, я не чувствую Бога в своей жизни Причем здесь все то А вот смотрите, он себя уговаривает как бы издалека Он говорит, вот кто велик среди богов так, как Бог Кстати, одно из тех мест псалтири, над которыми хочется задуматься Он что, признает других богов и считает, что их много Но просто наш Бог самый великий А вы знаете, мне кажется, да Он это здесь признает И в самом деле, ну, у народов есть разные боги Да, мы считаем их ложными Мы считаем, что это там, допустим, либо бесы, либо их выдумка, либо что-то еще Ну, а есть такие боги, как фараон, например, в Египте Он по должности бог Да, он же настоящий, его люди считают богом Есть такие боги, но это уже не в древнем мире, в нашем Как какие-нибудь поп-звезды, идолы, спортсмены Какие-нибудь, я не знаю, светские львы, львицы, политики, которые управляют странами И они все как бы боги, да, то есть им, безусловно, поклоняются Но они не так велики Вот за кого зацепиться в минуту сомнения, отчаяния? За того, кто уже проявил себя За того, из-за которого, собственно, я здесь Да, вот говорит псалмопевец Когда-то Израиль вышел из Египта Это ведь история про переход через Черное море Ты шествуешь через море, ты идешь среди глубоких вод А одновременно про каждый дождь Вот ливень льет, облака изливают дождь Гром раздается из тучи, твои стрелы всюду гремят Это действие бога Ну да, мы скажем, они еще не знали, как устроено электричество И поэтому молнии принимали за какие-то огненные стрелы Которые мечет Господь на землю Да, да, скорее всего, так и было Одновременно он поражается сложности и мощности этого мира И в этом он находит Бога Если не находит его в своей жизни И находит его в израильской истории Ты вел свой народ, как отаровец, поручив его Моисею и Аарону И вывод, которого он не делает, но которого нам не хватает Ну, значит, и меня ты можешь повести Моисея и Аарон вели народ через пустыню Через искушение, сомнение, через неверие Да, 40 лет они там бродили В моей жизни что-то подобное тоже происходит Но я надеюсь, как говорит видимо псалмопевец Он этого не сказал, мы за него это домыслим Я надеюсь, что я тоже приду в свою обетованную землю Просто не все так быстро Вот хорошо бы Бог был вот таким Щелкнул пальцем и все, что ты просил у тебя прям сразу Ну, это скатерть-самобранка, конек-горбунок Там, я не знаю, щука или золотая рыбка из сказок Вот они так примерно устроены Всегда хочется, чтобы они были У меня много потребностей, проблем, задач Вот-вот, дайте мне все это А Бог устроен как-то иначе Бог, он какой-то великий Он какой-то сложный, непонятный Его нельзя вызвать, как младенец Криком, плачем вызывает маму Чтобы она его там утешила, дала ему грудь Или что-то еще сделала с ним Ему нельзя поручить, как секретарю Устроить все свои дела Его нельзя вот как пиццу заказать, чтобы он немедленно явился И стало мне хорошо С ним надо как-то иначе А как? Вот следующий, 77-й Псалом Расскажет об истории Израиля И покажет, как можно с ним обращаться Как можно к нему приступить Чтобы получить то, чего ты на самом деле от него ждешь